Екатерина, если говорить о масштабе вашей компании, то насколько вы сейчас большие и какую географию вы охватываете? Наш маркетплейс работает в основном, он ориентирован на точки не сетевой розницы и работает в Москве, Санкт-Петербурге, в областях, конечно, в Сибири, на юге и в Казани. Вот наши основные регионы нашего присутствия, но при этом у нас заказывают также точки торговые из более удаленных регионов, используя транспортные компании. То есть они, например, заказывают у московского поставщика и через транспортную компанию товар едет, у нас есть и в Мурманске, и в Магадане, в разных совершенно регионах, из Дагестана заказывают. Поэтому, как бы говорить именно о регионах присутствия, мы говорим о пяти регионах. Но при этом, если говорить о размере, то если считать, что в Российской Федерации порядка 125 тысяч точек на сетевой рознице, то за три месяца у нас покупают порядка 11-12 тысяч, то есть где-то 10% точек Российской Федерации так или иначе периодически заказывают у нас на платформе. Раз в месяц, в обязательном порядке, вот мы считаем активная, суперактивная клиентская база, которая заказывает больше трех раз в месяц, это около 7 тысяч точек. Сколько СКЮ у вас в ассортименте? 140 тысяч, вот около того. Он меняется, не меняется, насколько динамика? Смотрите, мы продаем порядка 30 категорий товаров, то есть на самом деле мы продаем весь ассортимент необходимой точки на сетевой рознице, любое. Импульсный товар, не импульсный, продукты питания, непродуктовые товары. Безусловно, новые товары, как вы знаете, СКЮ появляются, какие-то уходят, долистуются, но на самом деле объем СКЮ в основном мы видим, что подрастает. Ну потому что сейчас меняется рынок немножко, поэтому количество товаров, которые продается, оно увеличивается. А по категориям вы как ограничены? То есть если у вас точка заказывает, скажем, три раза в месяц, получается фреш в какой-то степени тоже входит в эти поставки? Да, у нас есть и хлеб, хлебобулочные изделия, безусловно, у нас есть овощи, фрукты, это тоже можно заказать на платформе. Но, безусловно, самые популярные у нас категории – это соки водонапитки, кондитерские изделия, пиво. Ну такой импульсный товар, который популярен в точках не сетевой розницы. То есть мы, в принципе, отражаем своего покупателя. Кто сейчас у вас основные поставщики? То есть можно как-то разложить пул поставщиков, ну там, не знаю, импортные проценты, там, отечественные проценты, как это изменилось? Но мы устроены приблизительно так же, как устроен рынок поставки в точке не сетевой розницы в этот мелкий бизнес. То есть надо понимать, что наши клиенты – это не только сами вот эти продукты 24, которые вы все видите у себя, ну, около дома обязательно есть такой маленький продуктовый магазин. Кроме этого, это еще небольшие рестораны и хоречный сегмент, компьютерные клубы, какие-то больницы у нас заказывают, буфеты у нас очень сильно отовариваются. Офисы покупают. То есть это весь разнообразие, все разнообразие российского бизнеса небольшого размера. То есть мы не ориентируемся на крупные корпорации. Мы смотрим и работаем в основном с этими, с индивидуальными предпринимателями и такими владельцами небольшого количества точек. То есть 5-6 точек, это неважно, там может быть, например, от него одна заправка, ресторан и, соответственно, магазин. Вот он как бы закупает продукты через нас, это такой мелкий опыт. Поэтому и поставщики устроены таким же образом, это кто, кто настроен на работу с таким клиентом. Это, как правило, официальные дистрибьюторы товаров, народного предпринимателя, FIMCG товаров и оптовики. То есть это как бы такая официальная схема, мы там не покупаем напрямую, мы не поставляем напрямую от производителей. Мы, безусловно, работаем с локальными небольшими производителями, но вот а бренда, типа там, я не знаю, Mars, Mondelez, мы работаем через дистрибьюторов и оптовиков. Тогда почему, чем вы удобны вот таким небольшим предприятиям, почему, скажем, им нужно, ну, не знаю, понятное дело, что вы себя продвигаете, поэтому почему нужно им прийти к вам, а не, скажем, покупать по старинке у дистрибьюторов или, там, не знаю, пойти к каким-то крупным компаниям другим на рынке? Смотрите, у нас видно все товарное предложение, такое достаточно большое товарное предложение на рынке, который сейчас существует. То есть один и тот же товар могут привезти разные поставщики в разном кванте поставки. Один поставщик готов работать с заказом в 5 тысяч рублей, второй готов работать только с заказом в 50 тысяч рублей. Разнообразие достаточно велико и ассортимент очень разный. То есть точки не сетевой розницы, они на самом деле отличаются от сетевой розницы тем, что они очень сильно подстраивают свой ассортимент от потребителя. Ну, например, они стоят в дорогом районе, и это значит, что на основе основных, кроме, там, любимых всем стандартных категорий, там будет, например, высокое разнообразие импортного пива. Значит, что им нужен поставщик, у которого большое разнообразие импортного пива, который привезет его небольшим квантом. Он может найти его у нас на платформе. То есть у нас на самом деле большая вариативность подбора поставщиков и большая вариативность цен. Мы отличаемся от B2C-шного маркетплейса тем, что у нас нет множественности карточки товаров. К одной карточке товаров привязаны все ценовые предложения и предложения по кванту поставки. Это значит, что человек может выбрать. И, в принципе, сейчас так устроен этот рынок, что ты не очень легко находишь этого поставщика. В интернете информации нет. Ну, ты как бы, например, ты открыл новую точку, и тебе надо положить товар на полку, чтобы начать торговать. Ну, как ты будешь, что ты будешь делать? Ты вот заходишь в интернет, ищешь, и, ну, нету информации о официальных дистрибьюторах, даже о брендах. Как правило, бренды настаивают на том, чтобы их дистрибьютор не возил конкурентную продукцию. Это значит, что там, я не знаю, продукцию компании «Манделисты» будешь заказывать у одного человека, а продукцию компании «Марс» у другого человека. Рынок устроен достаточно сейчас уже сложно, и предпринимателю, молодому сложно в этом разобраться. У нас он может найти все. Ну, то есть, по сути, он может найти все по разным ценам, все предложения по квантам, и выбрать для себя оптимальную модель, подстроить ее под свой бизнес и под своего клиента. Потому что этим отличается и сетевая розница, она подстраивается очень сильно под своего клиента, под тех людей, которые живут в соседних домах, по сути. Вот он выбрал. Дальше что происходит? Как это устроено? К нему приедет одна машина или к нему приедет несколько разных машин? Он делает заказ, но он делает заказ в рамках одного поставщика или двух поставщиков. Если он заказал в рамках двух поставщиков, приедут две разные машины, там будет информация о том, в какое время, дата, будет отдельная коммуникация. Вся коммуникация происходит через наш кул-центр. И они же помогут отследить то, что заказ нормально доставлен, что все хорошо с заказом и с точки зрения поставщика. Потому что с этим тоже проблемы есть. Иногда точки очень сложно найти, им сложно дозвониться. То есть, наша задача в том числе реализовать этот сервис, чтобы люди могли найти друг друга. Поэтому у нас модель, при которой мы являемся витриной, довезет сам поставщик. И модель, под которую мы строим, опять-таки квант, который он будет везти, берется у поставщика. Насколько сложно к вам зайти, стать вашим поставщиком и стать вашим клиентом? Какие итерации нужно проделать? Что нужно сделать? Для того, чтобы стать клиентом, надо заполнить регистрационную форму, состоящую из двух полей. Я думаю, это не настолько сложно. Для того, чтобы стать и начать делать заказы. Все цены можно увидеть в открытом доступе в любой момент времени. Не нужно становиться клиентом. Чтобы стать поставщиком, надо заполнить форму. Если поставщик хочет и может начать время работать в колесах. Если ты готов вручную загружать прайс-листы, то ты можешь сразу начать работать хоть в этот же день. Если ты хочешь построить интеграцию, это обычно занимает чуть больше времени, порядка недели. Потому что надо интегрировать между собой систему поставщика и систему нашей. Это достаточно несложная процедура. Основную историю, которую мы делаем для поставщиков, он может выслать нам свой прайс-лист. И мы проанализируем, насколько он будет успешен на площадке в географии. То есть, если он пришлет и скажет, я хочу в минимальном кванте 10 тысяч возить вот такие товары. Мы скажем, наш клиент вот эти товары будет покупать, эти не знаю, надо пробовать. Вот здесь вы в рынке в цене, здесь вы не в рынке в цене. Это помогает людям развиваться, потому что для них это большой шаг обычно выходить на цифровую платформу. И ты хочешь, чтобы у них рос товарооборот. И как бы росла товарооборот у всех игроков, которые работают у нас на площадке. Нет смысла просто заводить поставщиков просто так. А это платная история для него, этот анализ? Нет, бесплатно, конечно. Он платит только за отгруженный заказ процентов. Ну, то есть, у нас как бы есть экспертиза, специально сидит команда камов, которые как раз хорошо знают по ценам и по тому, какие вещи продвигаются, которые нет. То есть, мы помогаем в этот достаточно нецифровой рынок принести цифровизацию, которая поможет всем расти. Вы отслеживаете моменты, которые связаны с доставкой до клиента? То есть, грубо говоря, где заканчивается ваша зона ответственности? Нет, мы отслеживаем, безусловно, потому что комиссию свою мы получим только за отгруженный заказ. Поэтому мы, конечно, знаем, заказ отгружен или нет. И, безусловно, поддержка холл-центра, то есть у нас холл-центр выступает как сервисная служба для обоих сторон. И для клиента, и для поставщика. Потому что, опять-таки, в разных местах эти точки находятся. Иногда у этой точки даже с адресом сложности. Водитель не может найти. Надо же понимать, что доставщики сейчас тоже у них сложности с... Ну, там, очень разные они бывают. И найти эту точку бывает сложно. Соответственно, мы помогаем обоим сторонам соединиться и как бы решить свои проблемы, потому что, ну, это важно. Что сейчас у вас с ценообразованием и промок? Кто этим процессом в какой степени рулит? То есть это вы советуете поставщикам? Поставщики выставляют? Как вот этот процесс устроен? На сколько вообще промозависимы, например? Ну, я не могу сказать, что у нас большой процент оборота и заказов делается через промо. У нас, безусловно, есть промо-программа и поставщиков. То есть это тот снижение цен, которое транслирует и ретранслирует площадку сам поставщик. Он сам решает. Вот он хочет, не знаю, снизить на определенный тип товаров цену. Мы вообще в этом случае пока отображаем это в обязательном порядке. Также поставщик может сказать, что, например, у него минимальный квант поставки, не знаю, 10 тысяч. Но если человек закажет на 20, он готов на какое-то снижение. Это все можно у нас настроить, это недостаточно несложно. У нас есть совместные промо, когда происходит инвестиция со стороны площадки и со стороны маркетплейса на определенные категории товаров, которые популярны в текущую неделю. У нас там есть еще такие прям национальные промо, которые мы запускаем по часам для того, чтобы эти все инструменты в основном существуют для того, чтобы с одной стороны дать точке возможность попробовать закупить другую категорию. Ну, то есть она, например, покупает только напитки, надо, чтобы она попробовала другого поставщика и попробовала закупить кондитерку. Или для того, чтобы вот сейчас какой-то популярный товар, известно, что его не очень хватает на рынке, и надо что-то выставить, чтобы обеспечить и показать, что у тебя этот товар есть в наличии у определенного поставщика. И он переместился и как бы в результате оказался на полках и был продан. Поэтому основная история с промо такая, я не могу сказать, что мы очень сильно промозависимы, это вообще достаточно консервативная история. Но, безусловно, клиенты реагируют, и товарооборот растет, потому что для них это возможность попробовать покопать у кого-то. Потому что в результате все равно выигрывает сервис. Если поставщик хорошо привозит, аккуратно привозит, весь товар в наличии, нету вот этой всей истории мятой банки, с приемкой все нормально, все хорошо проходит, то, конечно, точка начинает работать и пытается работать через платформу. Но сначала, конечно, все побаиваются. Поэтому для этого делается промо, чтобы они попробовали. То есть поставщик, он все-таки, чтобы уточнить, он априори согласен с вашей политикой должен быть? Нет. Вы говорите, что, ребята, мы хотим вам промо дать, потому что, потому что. Или как это? Смотрите, у нас есть три модели. Первая, есть промо, которую он дает, тут он сам дает, и как бы все отлично. Есть соинвестиция, это когда мы совместно инвестируем. И площадкой инвестируем, и поставщик. Тогда мы, конечно, согласовываем и объемы, и приросты, говорим, какие будут у конкретного поставщика. Мы предлагаем и рекомендуем, на какие товары делает промо-программа, на какие не делает промо-программа. То есть это такая совместная работа. Как правило, это тоже в том числе работа нашей команды. А третья промо, это когда дает вообще просто площадка. Ну и тогда мы, конечно, не согласовываем, кто же откажется, в общем, участвовать в аттракционе невиданной щедрости. Все будут счастливы, как бы. Понятно, поэтому мы, безусловно, согласовываем. Если промо потребует от них денег, это не обязательно история. То есть поставщик в этом момент очень по-разному люди устроят свой бизнес. И наша задача не навязывать им, как им строить бизнес. Предлагать возможности, говорить, рекомендовать, но не лезть как бы в их бизнес-модель. Бизнес-моделей существует очень много. Люди очень по-разному торгуют на этом рынке. А как строится ваша ассортиментная политика? Вы как-то сейчас, стратегия, вы как-то сейчас контролируете, что, допустим, категории не были раздуты чрезмерно? Или пока не так этот вопрос остро стоит? Это рынок достаточно саморегулируемый. То есть, как правило, наши поставщики, это рынок достаточно высоко оборачиваемого товара. То есть там нет истории с длинными стоками. Это же не продуктовая, то есть это не продажа шнурочков каких-то для телефонов. Это продажа в основном продукта питания и какого-то ассортимента непродовольственных товаров, у которых тоже понятные сроки годности. Сами поставщики достаточно сильно в этом следят за тем, чтобы у них у самих оборачиваемого была достаточно, иначе они потеряют денег. Это все-таки бизнес с невысокой маржинальностью. Поэтому у нас основная история следующая. Мы, безусловно, рекомендуем, что надо держать. Если нас спрашивают, мы рассказываем, что какой из товаров наша основная задача порекомендовать поставщику, что в его регионе является популярным, растет, и какой товар, как нам кажется, по трендам будет более популярен. Потому что они не всегда это видят, потому что у кого-то начинает получаться, выстреливает, ты как бы добивираешься, чтобы все вместе росли. Но мы в этом смысле не регулируем их ассортиментную политику. Мы можем рекомендовать. И это основная история. То есть если мы понимаем, что есть другой поставщик, у которого есть хороший ассортимент товара, который сейчас будет расти, у нас его нет, мы будем в основном договариваться с этим дополнительным поставщиком, чтобы он тоже добавлял свой ассортимент на площадку, потому что это в любом случае очень высокое вложение рабочего капитала, потому что деньги-то его вставали. Как вы сейчас рассказываете о себе тем, кто еще не является вашим поставщиком или клиентом? Где о вас может узнавать новая аудитория? Как это происходит? У нас есть регионы, в которых мы достаточно развиты, например, Москва и Санкт-Петербург. И там даже сами точки знают о том, что мы работаем и говорят, как правило, поставщикам, чтобы они заходили на площадку. Также есть история, связанная с тем, что мы, безусловно, знаем крупных поставщиков в регионе, и мы с ними ведем переговоры о том, чтобы они заходили на площадку, показывая, каких результатов они могут достигнуть. Мы, безусловно, выступаем, как здесь, на разных конференциях и выставке. У нас есть группа ВКонтакте, в которую можно зайти, посмотреть, какие есть новые предложения на платформе. Но в регионах, в которых мы активно работаем, мы достаточно уже известный игрок. В этом, я понимаю, узком сегменте, но в достаточно специализированном сегменте. В новых регионах мы, конечно, двигаемся через поставщиков и через точки. У нас в том числе и есть своя торговая команда, которая работает с клиентами, потому что, как правило, не сетевому клиенту, этому магазину продуктов надо обучить работать с платформой, показать, как она работает, показать, как выбирать поставщиков и помогать ему, если у него сложности с поставщиками, приехать на место и помогать ему разобраться с проблемой. То есть наша задача все-таки достаточно заботиться о своем клиенте, потому что ему сложно в этом достаточно многообразном мире сейчас выживать. Поэтому мы стараемся ему все-таки помочь. У нас в каждом из регионов присутствия есть торговая команда. Ну и финальный вопрос. Что в планах на развитие, скажем, в горизонте ближайшего года-двух? Ну, мы, безусловно, хотим выйти в большее количество регионов Российской Федерации и растить свое присутствие в тех регионах, в которых мы находимся. Есть планы какие-то конкретно уже, куда двигаться? Ну, вот смотрите, сейчас у нас там, грубо говоря, еще мы будем развиваться в той стороне, которая, как это, мы хотим больше намного закрывать Сибирь, да. Думаем, обсуждаем с партнерами выход на восток, это где уже Кабаровский край, Владивосток вот туда. И, соответственно, и центральную Россию мы хотим закрыть более плотно. Ну, то есть, чтобы большее количество поставщиков, там достаточно много региональных мелких и производителей, и поставщиков. Это первая история. Вторая история, мы хотим увеличить количество локальных производителей, которые работают на площадке, но это те, которым сложно становиться на полке в сетях, у которых при этом популярный продукт, например, на уровне города, или на уровне района, или на уровне региона. Но все равно сложно договариваться и с федеральной розницей, даже с локальной розницей, потому что там полка ограничена, и, как вы знаете, переговорные кампании это всегда сложно. Это второй фокус, который у нас есть, это увеличивать присутствие и работать больше напрямую с локальными производителями, потому что не сетевая розница, это тот хороший канал, который для них есть, но при этом с ним сложно работать, он очень разрозненный. Площадка хорошее решение для них, для того, чтобы работать с этим разрозненным каналом, с одной стороны, а с другой стороны, пытаться выходить за пределы своего региона присутствия, потому что если они популярны в этом городе, может быть, в соседнем городе они тоже будут популярны, надо попробовать. С нами попробовать достаточно легко, то есть если это не сложная операция, можно за неделю-полторы зайти на площадку и посмотреть, будет ли твой товар заказываться точками. Если будет заказываться, то, может быть, это хорошая история, можно попытаться инвестировать. Поэтому наши две сейчас основных фокусы – это более плотное покрытие в Российской Федерации, тех регионах, которые там присутствуют, и соседних, и вторая – это увеличение фокуса на работу с локальными производителями, которых на самом деле в России достаточно много. Если сейчас посмотреть, я специально собирала статистику, была просто поражена этому факту, в России существует 20 тысяч компаний, которые занимаются продажей торговли продуктами оптом. Это оптовики, производители, дистрибьюторы. Цифра поразительная. Безусловно, все 20 тысяч вряд ли зайдут на платформу, но я понимаю, что еще океан безбрежен. То есть достаточно много игроков, которые могут зайти, ну и делать бизнес через платформу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok